В минувшую неделю автопроизводители не баловали нас новинками, зато пробел восполнили новости из России. Локальный офис компании Chery подтвердил премьеру большого кроссовера Tiggo 8. Продажи начнутся в марте. Сертификат одобрения типа получил кроссовер Geely Atlas Pro. Эту рестайлинговую версию китайцы будут продавать у нас параллельно обычному атласу. Lada Vesta получила пакет зимних опций в модификации Comfort Winter. Дилеры допустили утечку цен на компактный кроссовер Skoda Karoq, хотя продажи еще не начались. В Подмосковье открыли еще один участок центральной кольцевой автодороги. А в системе Platon тарифы проиндексируют с 1 февраля. Тем временем в испанском Марторелле дебютировало четвертое поколение хэтчбека и универсала Seat Leon. А материнский Volkswagen готовит роботов для зарядки электромобилей. Но для начала новости спорта и медиабизнеса. Академия картинга открылась в Москве на картодроме Forza One Karting. Этот проект на протяжении 8 месяцев готовил бывший пилот Формулы-1 Сергей Сироткин совместно с SMP Racing. Безусловно, наш приоритет был бы на развитие, продвижение и поиск талантливой молодежи. Но в целом наш проект направлен в том, чтобы привнести картинг автоспорт чуть ближе к обычным людям. Поэтому мы открыты для совершенно всех, кто хочет не только сделать профессиональный карьер, а просто чуть повысить свое мысльство пилотажа. Учебная программа включает в себя теорию и практику. А тренером, помимо Сергея Сироткина, станет Юрий Ставровский, наставник сборной СССР по картингу. Картинг, он развивает очень важные навыки для черты, физиологические свойства. Это быстрая реакция, хорошая координация, скорость принятия решений. То есть это те вещи, которые, если человек потом окажется за рулем, ну это наиболее ценные факторы. Плюс это требует, это настойчивость. В Академии две группы и несколько подгрупп. Учащихся делят по росту и уровню мастерства. Занятия проводятся на картах фирмы XTI мощностью 6,9 лошадиных сил. Марка GLE оформила сертификат одобрения типа на кроссовер Atlas Pro. Эта машина – результат прошлогоднего рестайлинга. За приставкой Pro скрывается совершенно новый дизайн. Полностью светодиодная оптика и измененный проем задней двери. Серьезно обновлен интерьер, увеличен экран медиасистемы, при том некоторые функции включаются при помощи фирменных наручных часов. Новая бензиновая турбо-тройка – это совместная разработка GLE и Volvo. У переднеприводной версии будут 7-ступенчатый мокрый преселектив и 6-ступенчатая механика. С полным приводом работает классический 6-ти диапазонный автомат. Большой кроссовер Chery Tiggo 8 выйдет на российский рынок в марте. В Китае машину представили почти два года назад и даже успели слегка обновить. Но мы получим вариант со старым оформлением переднего бампера. Убранство интерьера пока держат в секрете. Ведь во время рестайлинга марка Chery внедрила полностью новый салон. Зато подтверждено, что Tiggo 8 будет доступен не только в пятиместном, но и в семиместном исполнении. Единственный мотор – двухлитровая турбо-четверка с распределенным впрыском, адаптированная к 92-му бензину. В трансмиссии только передний привод и вариатор. В Нарафаминском районе построена 9-ти километровая дорога у деревни Жодыче. Это очередной участок центральной кольцевой автомобильной дороги, которую прокладывают параллельно малые бетонки в 50 километрах от МКАД. В отличие от старого двухполосного кольца, новая дорога четырехполосная, с отбойником. На участке возвели разворотную эстакаду с эко-переходом для диких животных. Теперь трасса соответствует второй технической категории, а ее пропускная способность удвоилась. Как и открытый осенью обход Звенигорода, реконструированный участок близ деревни Жодыче относится к пятому пусковому комплексу. Это единственный отрезок кольцевой автодороги, который останется бесплатным для водителей. Пятый пусковой комплекс у нас по графику в конце этого года. Мы в конце этого года должны будем его ввести. Движение будет по нему осуществляться на бесплатной основе. Церемонию открытия посетили вице-губернатор Подмосковья Игорь Тресков и министр транспорта Евгений Дитрих. По их словам, до 2022 года в эксплуатацию ведут 339 километров с кат. Платные участки оборудуют системой свободный поток. Водители будут оплачивать проезд, не останавливаясь у шлагбаумов. Инженеры Volkswagen задумали мобильных роботов, которые позволят водителям не искать свободное место на парковке возле зарядного терминала. Робот самостоятельно разыскивает на парковке разряженный электрокар, о котором он узнает благодаря общению по технологии V2X. Вызвать передвижного зарядника можно и при помощи мобильного приложения. А открыть лючок и подключиться к разъему робот сумеет и сам. По замыслу технология позволит быстро развивать электрическую инфраструктуру, не строя множество зарядных колонок. В ассортименте Lada Vesta появилась комплектация Comfort Winter. По сути, это популярная версия Comfort, дополненная зимним пакетом. В него включены обогревы лобового стекла и рулевого колеса, трехступенчатый подогрев передних сидений, противотуманные фары и 16-дюймовые литые диски. Набор стоит 36 тысяч рублей для седана и универсала и 21 тысячу для Vesta Cross. Продажи кроссоверов Skoda Karoq начнутся 14 февраля. Вначале на рынок выйдет переднеприводная модификация с турбомотором и восьмиступенчатым автоматом. Причем Skoda пересмотрела начальную цену. Объявленный в декабре 1 миллион 515 тысяч превратился в полтора миллиона рублей. Еще более доступный безнадувный Karoq с механикой или автоматом появится не раньше апреля. А полноприводные машины с турбомотором и роботом дойдут до продавцов не раньше октября. Комплектация Ambition включает 6 подушек безопасности, систему стабилизации, двух зонный климат и круиз-контроль. Версия Style это вдобавок платформа SmartLink для подключения смартфона, бесключевой доступ и руль с подогревом. На старте продаж Skoda предлагает бесплатный набор опций First Edition. Это комбинированная отделка сидений и датчики парковки спереди и сзади. А для версии Style еще и парковочный ассистент. Остальные цены пока не объявлены. С 1 февраля тариф по системе Platon проиндексирует до 2 рублей 20 копеек за километр. Сейчас плата за проезд по федеральным трассам для грузовиков массой свыше 12 тонн составляет 2 рубля 4 копейки. За последние полгода это уже второе повышение. Напомним, что с запуском системы Platon осенью 2015 года все федеральные трассы России стали платными для транспортных средств с полной массой более 12 тонн. Сейчас в системе зарегистрировано 1 миллион 300 тысяч машин. По подсчетам Российского Союза автостраховщиков, средняя цена полиса ОСАГО за прошлый год снизилась почти на 5%. Средняя выплата, напротив, выросла более чем на 2%. По мнению Союза автостраховщиков, цена автогражданки снизилась благодаря реформе Центробанка. Год назад тарифный коридор расширили на 20% вверх и вниз. Сеат Леон пережил смену поколений. Дизайн модели абсолютно самобытен, а вот технически машина повторяет родственников по фольксвагеновской платформе MQB EVO. Последний Volkswagen Golf и Skoda Octavio. Но как и в случае с новейшим Golf, в линейке Сеата не осталось места для трехдверного кузова. Теперь Леон это только пятидверки, хэтчбэк и универсал. Количество традиционных кнопок в салоне сведено к минимуму, а в стандартную комплектацию включен цифровой кокпит. Набор силовых агрегатов почти полностью повторяет последний Volkswagen Golf и Skoda Octavio. В Европе Сеат Леон четвертого поколения появится во втором квартале. Однако в России новинку ждать бесполезно. Испанская марка покинула нашу страну 6 лет назад и возвращаться, похоже, не планирует. В Москве вручили ежегодную 11-ю премию в области цифрового телевидения «Большая цифра». Всего номинаций свыше 20. В одной из них одержал победу телеканал «Автоплюс». Он стал лучшим развлекательным телеканалом по мнению зрителей. Дорогие друзья, в моих руках награда. Эта награда не моя, не награда телеканала, это ваша награда. Ведь именно вы голосовали за нас. Огромное, преогромное вам за это спасибо. Мы это очень ценим, нас это стимулирует. И я вам обещаю, что 2020 год будет очень интересным. Ну, мы, по крайней мере, постараемся это сделать. Так что, друзья, следите за эфиром, оставайтесь с нами. И еще раз вам огромное, огромное спасибо. «Автоплюс» обошел пятерых соперников. За нас отдали голоса 1327 человек. То есть почти треть от всех респондентов. К слову, это уже седьмая награда от большой цифры в коллекции телеканала.